Ну что, готовы, Катюш, пообщаемся? Давай, пообщаемся, конечно. С тобой всегда готовы. Да вообще классно. Ребята, у меня в гостях Катя Петрова. Катя живет в Санкт-Петербурге. Катюша пришла ко мне в команду в прошлом году. Катюш, в каком месяце ты пришла? В августе. В августе пришла. Я сама тебе написала в конце июля, прям буквально в последних числах. И ты мне ответила. И уже, грубо говоря, я пришла в августе. 5 августа я зарегистрировалась как ПК. А потом перешла в бизнес-партнеры через две недели. Я, знаешь, я хочу немножко, чтобы ты эту предысторию рассказала, как ты пришла, сколько ты меня мучила. Да, ты же тоже из Арифлейм. И помнишь, да, ты такая. Так, Лиля, я вообще, я Арифлейм никогда не брошу. У меня тут все нормально, но мне продукт интересно попробовать. И ты так меня мучила. Я говорю, да хорошо, Кать, ну попробуй. Слушай, вот скажи, вот реально сложно было перестроиться с одной компанией на другую? Как у тебя этот процесс проходил? Ну, наверное, сложно психологически с самой собой побороться. Так-то, в принципе, ты просто изучаешь, что здесь, какой здесь маркетинг, и как надо, что делать здесь заказы, да, как нужно продвигаться здесь себя, продукцию как бы рассказывать. Но, в принципе, в целом, там сетевой и тут сетевой, но разный маркетинг, разный продукт. Вот, поэтому... А вот психологически, психологически, ну да, я как бы очень, очень август прям болела душой, что я предатель. Вот, что я ушла из той команды, вот, хотя понимая, что мне здесь будет лучше, мне здесь действительно лучше. Я вот сейчас за эти месяцы могу сказать однозначно, я нисколечки не пожалела. Я довольна, что я приняла такое решение, что я тебе написала, что я смелаясь, что я за тобой наблюдала, пока ты была на Reflame. Вот, и я правда была как бы восхищена тобой, как ты делаешь ролики, как ты рассказываешь о продукции. Я постоянно это брала в свой бьюти-чат. Вот, девочкам рассказала. Сама, кстати, подбирала по тебе помаду. Ты же тоже светленькая. Вот. В общем, я многое за тобой наблюдала. Вот, потом, говорю, у меня был шок, когда я услышала, что ты уходишь из Reflame. Я была просто в шоке. У тебя по вторникам были прямые эфиры, и ты там начала об этом рассказывать. Я подумала, что ты шутишь вначале. Вот, ну вот. Да, потом я какое-то время за тобой не наблюдала. То есть, ну, ты ушла и ушла, как бы я перестала там лазить на твою слонечку. Ну, а потом мне нужны были отзывы на продукцию. И, естественно, ты же ничего не удалила с Reflame. И я стала, ну, как бы опять искать у тебя, потому что мне подходит. Вот. И всё. И я стала, увидела, что ты взяла автобонус. Я думаю, ну как? Ну, такого же быть не может. Ну, как такое может быть? Слушай, Катюш, вот прям интересный такой момент, как раз ты сейчас сказала, что ты наблюдала, и поэтому, да, ты как бы уже была расположена. А вообще вот так вот в целом отношения, первая реакция была, скорее всего, негативная, да, предатель, ушла, там такая сволочь. Предала другую компанию. А почему так, Катя? А как ты думаешь, почему вот такие мысли идут в голову? Разве мы принадлежим к какой-то компании? Я думаю, что мы, конечно, никому не принадлежим, но, может быть, это у нас в голове, эта мысль вот закладывается, что, ой, ну нельзя, грубо говоря, вот как с мужьями, да, ты выбрал одного мужа, ну, как в советские времена было, ну, и развод, ну, как-то развод не очень, не очень хорошо, вот. Хотя, по сути... Подожди, а при чём здесь муж-то? Мы же говорим всё-таки сетевой маркетинг. Это работа? Это работа, да. Это работа, да. И что, люди разве не меняют работу в течение жизни? Вот. Вот я потом... Я тебе хочу сказать, вот у меня есть много знакомых, которые учились, например, на учителя, а работают бухгалтером. Они потом курсы прошли и работают сейчас в бухгалтерии. Есть люди, которые учились на бухгалтера, а работают вообще, ушли, знаешь, куда там, в массаж. То есть изучили вот это, да, искусство массажа. То есть вообще люди в корне меняют свою жизнь. Мне вот интересно, почему именно я заметила, когда вот именно в Арифлейм люди уходят, их так гнобят, за ними, знаешь, вот прям как овчарок спускают и настраивают всех против них. Что за фигня? Катя, что это? Просто я знаю, что у вас в команде там было обсуждение моей личности. Расскажи. Ну, знаешь, она раньше про Арифлейм топила, сейчас топит про сибирское здоровье. Да, это все, это было, конечно же, естественно, про Яну Бельскую тоже говорили тоже, что мне просто ее купили, поэтому она перешла на сибирское здоровье. Вот. То есть, да. Это консавис, это консавис, да. Такие, а почему меня не купили? Я тоже хочу, чтобы меня... Действительно не хотят соглашаться с мыслью даже такой, что действительно люди, вот я, например, увидела выгоды маркетинга. Я сказала об этом своему вышестоящему наставнику, когда вот написала о том, что я ухожу. Вот. Она мне сказала, что в Арифлейм маркетинг все равно выгоднее. Но это ее мнение. Это ее мнение. Я не буду его оспаривать, я не буду ее переубеждать, мне это абсолютно не нужно, потому что, ну, я тоже как бы не глупый человек. Я увидела маркетинг. Читать умеешь, да? Да, читать умею. Просто максистик посчитает. Конечно, когда тут платится 25% кэшбэка прямо на следующий день, ну, явно это выгоднее, чем объемная скидка в Арифлейм, которая там на 3% там 300-500 рублей. Ну, о чем мы тут будем говорить? Вот. Ну, и второй момент, то, что вот сейчас, да, у меня получается, мой результат бизнес 7000, это вот действительно без рекрутинга. я не занимаюсь сейчас рекрутингом никаким. Я веду свой клиентский чат, я сама пользуюсь продукцией, мне она очень нравится, это отдельная, отдельная тема. Вот. И все, на этом все. То есть все мои знакомые знают, что я сейчас в сибирском здоровье, да, я могу что-то им порекомендовать, они вправе там согласиться, отказаться, вправе там вступить в мой чат, отказаться. Вот. Я, если честно, даже сейчас активно не занимаюсь поиском новых людей, это моя, конечно, глубочайшая ошибка в мой чат, надо его расширять, чтобы дальше расти, да, ну, или чтобы бизнес-партнеры приходили. Но, опять же, давайте в правде глазах смотреть. Я практически, как, ну, скажем так, скажет мой директор в Reflame, ничего сейчас не делаю, кроме введения чата. Вести чат с нашей командой, со сценариями Анны Быковой, ну, ну, левое дело, да, научиться может любой. Вот. Соответственно, это несложно. Даже при всей моей загруженности с дочкой я нахожу каждый день на это время за огромнейшим, редким исключением, там, буквально два дня пропустила из всего этого времени. Все остальное время я каждый день выкладываю информацию в чат, да? Слушай, а заказы есть в чат-то? Вот мне просто, знаешь, я выкладывала... Конечно, есть. Я выкладывала, видите, девушка пишет, я четыре месяца вела клиентский чат в Северке, и у меня не было ни одного заказа. Но я не знаю, на самом деле она вела или нет. Вот скажи мне, идешь вот просто, да, чат так вот, насколько у тебя позволяет время. У тебя реально есть заказы с чата? Есть, конечно, есть, да. Есть заказы с чата, да. И в чате сейчас... А повторные? Повторные заказы есть? Конечно, 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 есть, да. И есть люди, которым нравится, да? И есть, которые там могут нейтрально отозваться, они там попробовали что-то и больше не заказывают. Но это тоже... Я, опять же, это не скрываю. Я считаю, что это нормально. Это абсолютно нормально. Вот. Во-вторых, у нас еще такой продукт, это не когда у тебя болит голова, ты выпил таблетку головной боли, голова перестала, и ты сразу увидел эффект. Да? Тут немножечко совершенно другое. Ты оздоравливаешь свой организм изо дня в день, да? И накопительный эффект он о себе даст знать. Вот. Ну, как бы, конечно, есть. Конечно, я очень этому рада. Я вот буквально вчера говорю, что я пока сидела там по своим делам, получила там, ну, таблеточки для сна, там, мама мне уже пишет для своей подруги, а срочно новомин, там, вот это все, надо, закажи, закажи, уже заказала. Вот. Ну, то есть, конечно, есть. И самое главное, что, говорю, что, ну, в первую очередь, я очень рада, что продукция подошла моей семье в первую очередь. Вот. Это прям очень. Ну, ты знаешь, Анна. Да, Катюша, я знаю, что у тебя особенный ребенок. Расскажи чуть-чуть подробнее, потому что эта проблема, она, на самом деле, объемная. Это не редкость. Это, да, у меня тоже есть знакомые, у которых, да, проблемы с детками. То есть, расскажи, пожалуйста, про эту ситуацию, потому что, мне кажется, это очень важно. Во-первых, я понимаю, почему ты активно не ведешь сейчас бизнес, что в приоритетах у мамы всегда ребенок. Если у ребенка будет все хорошо, я думаю, ты включишься очень быстро, рванешь даже на своих результатах. Давай поподробнее, если вот, насколько тебе это позволяет, вот, ну, твои ощущения. У меня особенность ребенка заключается в том, что она не разговаривает и остает очень сильно в развитии. То есть, ей сейчас 8 лет, а она где-то, ну, как говорят, специалисты 3-4 года. Это вот так она, как бы, ну, по развитию своему. Хотя, может, я не соглашусь, но это отдельная тема. Но вот по факту она не разговаривает. Она отличается в эмоциональном плане, да, в развитости своей. То есть, вот с ней не будет такого диалога, как с любым другим ребенком в 8 лет. Вот. Ну, и, соответственно, вот и в этом сложности. То есть, почему я не могу, например, работать в найме? Я же работала в банке, и я, честно говоря, когда уходила в декрет, я планировала туда возвращаться. У меня был хороший коллектив, но, правда, этот банк потом по лицензии назвали, закрыли, но не суть. Я могла бы найти себе работу в другом банке, да, с моими же коллегами, но мне это не подходит. Мне нужно, чтобы я была в свободном графике и вот в таком уровистом. То есть, я отдала ее на занятия, вот у меня там час, там полтора, которые я могу посвятить сетевому, да, вот, там, вечером уложила ее спать, тоже могу посетить, ну, время сетевому. Вот так. То есть, найм однозначно мне не светит, ну, в этом плане. Ну, и плюс сейчас у нас уже официально есть инвалидность, у нас есть диагноз, и, соответственно, как бы я, в принципе, могу не идти на работу, государство мне там доплачивает за это. Вот. Сложности вот эти. И когда я и в Арифлэм, когда была, приходила, и вообще по жизни у нее больше всего еще мешала жизни, что это истерики, сильные эмоциональные всплески в общественных местах могли быть, то есть мы, в принципе, жили какой-то уже другой своей особенной жизнью, ну, постарались под ребенка с мужем. Вот. И сейчас мы, конечно же, не говорим, что только это БАДы, мы в январе 23-го года как раз-таки нашли остеопата, который нам подошел. То есть, естественно, мой ребенок не только на БАДах, чтобы там мамочки, которые умные, сейчас не сказали, что ой, она не показывает врача. И что я только не делала уже, то есть мы много чего до того, как мы нашли остеопата, пробовали, естественно, много. Вот. Но вот прям таких сильных результатов не было. Когда мы попали к остеопату, ну, во-первых, у нас снова встал вопрос, что все-таки причина нашего, вот этого, нашей задержки, это недостаток кислорода в мозге, мозг не дышал нормально, и поэтому мозг нормально не развивался. То есть, скорее всего, была внутриутробная гипоксия. Ну, если так прям вдаваться. И, соответственно, поскольку я человек разумный, когда я попадаю уже в сибирское здоровье, то я вначале вообще не думаю о том, что я тут что-то подберу для Кристины. Вот. Но потом, сидя в наших чатах по отзывам, я начинаю понимать, что люди-то там спрашивают, а что может ребенку для развития речи, еще что-то там для развития общего, да, для укрепления там здоровья. И я понимаю, что люди тут как бы находят все. И начинаю поподробнее искать. Ну, потом там мы еще сварим, пообщались с нашей, которая тоже ребенок в ЗПР. И она мне тоже сказала, что я даю, у меня есть результаты. Я полезла скорее, наш чат глобал завела. Потому что под вопросом был аутизм, как бы вот это все. Психическое именно состояние мне тоже не нравилось. Кроме того, что нет речи, вот эти вот истерики, вот это вот, ну, и порой неадекватное поведение, как бы оно мешает жить, конечно же. Вот. И я полезла в чат. И я нашла там Анну Терехину. Я ее знать не знаю, если она будет смотреть наше видео. Спасибо ей огромное за этот сногсшибательный отзыв, который вот прям четко растаял мне вот в голове все вот по полочкам. Она сказала, что у нее ребенок сенсорно-моторной лолеет. Это как раз похоже то, что у моей Кристины. И она нашла здесь Германии. Тогда еще он у вас был Вита Германии. И она его давала своему ребенку длительное время. И у нее ребенок развился. И я просто обалдела и подумала, что ну какая же я молодежь, что я пришла в сибирское. Вот. И все я, конечно же, заказала, стала давать. Ну и до этого я там давала еще для кровообращения. Опять же, с головой, с умом. Да, БАДы взрослые, да. То есть я как мама взяла на себя ответственность. Выкупила взрослый БАД, что называется. Попробовала, дала. Какой ты ей давала БАД? Слушай, ну началось у меня все с IQ-бокса. С IQ-бокса, потому что он для интеллекта, да. Тоже с Гинкобеловой. Но опять же, я веду свой YouTube-канал, на котором я об этом рассказала. И там мне дали комментарий, что лучше попробовать синхровитал-2. Я стала изучать синхровитал-2, поняла, что отличие там биоритмы и чуть-чуть там по составу больше Гинкобеловы. Вот. И я решила перейти на него. И тоже мы месяц пропили очень хорошо. У нас, во-первых, остеопат сразу, когда мы стали пить БАДы, мне стал говорить, что у ребенка задышала голова еще лучше, то есть быстрее. То есть пошел такой, у нас процесс более ускоренный. Хотя мы уже полгода ходим, да. Вот. И я ей потом призналась, не сразу же, ну там через какое-то одно или два посещения, я ей сказала, что а может такое быть, что я ей даю еще БАДы сибирского здоровья. Она сказала, конечно, может. И говорит, давайте. Что, говорит, в этом плохого? Говорит, вы молодец, продолжайте так же давать. А сейчас, на самом деле, я еще и подключила нашу новиночку глутатион. Опять же, взрослый БАД, да, скажут многие взрослые люди, что глутатион детям не нужен. Но опять же, с головой, подходя к моему ребенку, там детокс-процессы, там выведение токсинов, там соли тяжелых металлов, да, нужен. Я ничем не наврежу. Вот. Я попробовала никаких негативных реакций. Нет. И мы сейчас допиваем эту баночку, и я думаю, мы еще одну пропьем. Вот как-то так. Вот так я подошла. Как у тебя сейчас, Кристина? Ой, ну это вообще день и ночь. Я вот почему сейчас очень сильно с ней занята? Во-первых, потому что мы стали немножечко выбиваться в люди. Мы сходили уже на две елки с адекватным поведением. Она рядом с Дедом Морозом сфотографировалась. Это просто дорогого стоит, потому что... Ну, мурашки. Конечно, у меня тоже мурашки. Как любая мама, я очень хотела бы, чтобы она развивалась, как все детки, естественно, да. И я пыталась. И мы там в два годика ходили на спектакль. Мы пробовали всегда. Но когда у тебя ребенок кричит, и ему это неинтересно, ну, понятное дело, зачем ее мучить, да? Здесь нет. Мы пришли вот... Там был спектакль первый, Варвара Краса, Длинная коса. И нам дали вот бесплатно билеты в нашем реабилитационном центре. И, конечно же, ну, он для нее сложный. Она его не поняла. Но она не устроила там мне скандал. Она отсидела спектакль, да. Она вот ерзала на стуле еще. У нас еще остались проблемы. Я не говорю, что она выздоровела. Но то, что день и ночь, какой сейчас ребенок, что я с ней везде хожу. Я заметила. Ты выкладываешь фотографии, вы там то на мероприятии, то на спектакли, то у елки, то в бассейне. Она стала понимать, что такое фотографировать ее, да. Конечно, многие скажут, что 8 лет, пора, боже. Да, конечно. Такая еще и в августе 8-то была, когда я приходила в сибирское здоровье. То есть никто это не отменял. Почему такой резкий скачок сейчас? Ну да, давайте посмотрим правде в глаза. Лечение остеопада дало результат? Дало. Дает. Оно тоже накопительным эффектом. Но я же говорю, что БАД не хуже. Плюс наш же остеопад с этим соглашается, что как бы гинкобелоба, она эту микроциркуляцию, микрообращение осуществляет в голове. Но чем там хуже? Ну ничем. Ты хуже точно не сделаешь. Только помогаешь. И я думаю, что чудес не бывает. Это не просто совпадение. Я не верю, что это просто совпадение. И я продолжаю придерживаться своего мнения, кто бы мне что ни говорил, и продолжаю давать БАД, и буду продолжать, не зная на то, что мы такое бы мы лечения там не проходили. Потому что сколько мы всего прошли, сколько мы всего попробовали, Лили, ты не представляешь. Ушин, там, отис и баки, и что только не было, эффекты были, но такие вот незначительные. Скорее всего, что сейчас я пожинаю плоды того, что я вообще ребенка не забросила, и вот это все с ней делала. То есть как бы она все равно развивалась, да, в тот момент. Но, конечно же, вот прям такого явного эффекта не было. Вот сейчас есть. И спасибо нашему остеопату, и спасибо, что есть компания «Сибирское здоровье». Вот я с этим говорю, что кто бы раньше подсказал? Вот кто бы раньше? И таких отзывов, на самом деле, вот не только мой. Если кому интересно, пишите, да, я вам скину, что я находила. У меня там, я рыдала полночи. Кто, разные проблемы, не такая даже, как у меня, там, и НРС, и всякие различные проблемы. И людям помогала, да, естественно, одной таблеткой, одной пачечкой вы не обойдетесь. То есть, конечно, это нет. Это нужно понимать, что вы будете пить, пить и пить. Программы составляться будут, да, либо, как бы, в нашем случае, в моем случае, я сама составляю ребенку программу по нашим отзывам. И, потому что это взрослые БАДы, то есть, если мы спросим наших врачей, они, конечно же, скажут, что у нас есть детская линейка, витамамы, да, и БАДы хотя бы с 12 лет взрослые. Но по факту, вот, надо давать, надо давать. как сказала Анна Терехина, всем, у кого есть психические проблемы, этот БАД Германии нужен. Нам подошло... Я сама сейчас в Германии пью. Да? Да, мне очень нравится, потому что, ну, это такой очень классный продукт. Он не только при психических болезнях, да, в принципе, у кого головные боли, да, у кого там, ну, усталость, да, опять же, там столько у него показаний, я его пью с удовольствием. Классно. Катя, я тебя вот заслушалась, и ты знаешь, мне настолько радостно, что ты тогда вот, ну, не спряталась, да, и не повелась на все вот эти вот разговоры, да, а послушала себя и пришла в компанию, потому что я помню, как у тебя пошла вот эта трансформация. Мы еще встречались в Питере, ты уже прям вот вся, стияла, я не знаю, у тебя прям вот фонтан энергии исходил, это было в октябре, мы с тобой виделись, я и приезжала на мероприятие. Слушай, у меня к тебе такой вопрос еще, я думаю, это, ну, тоже интересно будет многим. Какие у тебя планы? Есть ли у тебя планы все-таки еще и развития? Хорошо, что у тебя сейчас есть, да, основное это здоровье, вы здесь закрываете вопросы по здоровью, это очень важно. У тебя есть уже небольшой доход, я твой последний чек видела, по-моему, 13 тысяч, но это тоже, мне кажется, как бы на дополнительное, даже вот те же БАДы взять. Без рекрутинга, 13 тысяч без рекрутинга, ключевое. Да, да, без рекрутинга. Планируешь ли ты, есть у тебя такие мысли дальше развиваться? Стоит ли ребятам к тебе идти в команду, готова ли ты принимать людей, потому что я знаю, что к тебе люди, если придут, ты очень солнечный человек, очень позитивный, объемный, да, это вот прям любовь с первого взгляда. Я помню, ты когда только пришла, мы с тобой очень много общались, и я даже когда-то мне один день, помню, что-то не оставила голосовушки, я даже по тебе скучала и пишу, Катя, ты что мне не пишешь, я по тебе скучаю. Спасибо, Лили. Да, есть у тебя план по росту дальнейшему? Ну, вообще, да, конечно, конечно, ну, я тебе еще приоткрою такие планы, которые связаны, опять же, с дочкой, это я ее хочу все-таки отдать в школу, вот, хотя было до этого домашнее обучение в голове, и только оно, и больше никакое, вот, сейчас я подобрала ее школу, нашла, и я ее даю в школу, вот, сентября, надеюсь, что все получится, все сложится, мы сейчас будем к этому готовиться, там нужно пройти комиссию, тоже всякие, там, сделать процедуры соответствующие для поступления, да, подать документы, и когда она будет в школе, у меня будет еще больше времени для того, чтобы, да, и партнеров вести, и клиентов, и чаты, и развиваться, и обучаться, вот, есть планы, но это сентябрь, до сентября, конечно же, я тоже планирую расти, но в комфортном для себя темпе, то есть у меня, конечно, было, были желания, когда я только пришла, про быстрый старт, я замахивалась на него, но потом я поняла, что я просто не осилю, не осилю, у меня нет настолько времени, чтобы, ну, так быстро расти, как девчата, но опять же, это у меня такого нет, а девчата-то растут, это тоже дорогое стоит, я же в чате-то все вижу, вот, молодцы, вот, есть планы, можете ко мне приходить, я как раз-таки очень, очень жду своего первого бизнес-партнера, потому что пока что моя команда, это мои клиенты, которые мне доверяют, которые покупают у меня продукцию, которые в основном есть в чате, тот и нет в чате, но тоже покупает, вот, поэтому, да, бизнес-партнера, в чат тебе можно зайти, посмотреть, как можно, да, ссылочку, да, я прикреплю под видеороликом ссылочку, может быть, люди к тебе зайдут через твой чат, да, хорошо, да, я его веду, обязательно рассказываю, и свои тоже рекомендации, какие-то даю, и то, что я особенно попробовала, уже обязательно всегда даю, рассказываю. Молодина. Катюш, что ты вот хочешь пожелать людям, которые еще стоят так на берегу, да, мечутся идти, не идти, куда податься, а стоит ли начинать, что ты им хочешь пожелать? Ну, чтобы они не боялись, не боялись своего внутреннего зова, если им что-то сейчас не нравится, что-то у них на душе говорит о том, что, ну, что-то не так, и они сомневаются, да, и надо ли это продолжать, продолжать, то надо в такой момент, наверное, остановиться, как сделала вот летом я, посмотреть вокруг, раскрыть свои глаза, и понимать, что, ну, много компаний сетевых, и маркетинги везде разные, и надо действительно сесть и разобраться, а почему здесь привлекательнее, а здесь нет. и если как бы вы что-то увидите для себя более интересное предложение, то не надо бояться поменять компанию, я правда знаю, как это очень тяжело сделать, потому что я говорю, что я точно так же сидела два года, и думала, что это самая лучшая компания, самый лучший маркетинг план, и была в этом уверена, вот, ну, я говорю, что вот сюда придя, я в первую очередь нашла классный продукт, который нужен моей семье, нужен, вот, это прям вообще номер один, получилось даже главнее заработка, вот, ну, и второе, я все равно зарабатываю здесь, да, 13 тысяч, это тоже деньги, которые надо тоже, почему бы и нет, на дороге не валяются, на дороге не валяются, да, да, согласна, согласна, что это мало, согласна, что кто-то хочет больше, ну, здесь можно и больше, надо только работать, работать надо везде. Еще такой вопрос у меня пришел в голову, хочу тебя спросить, вот, в каждой, ну, команде, да, всегда говорят, там, приходи, у нас классная система, у нас все очень круто, ты придешь сразу, стартанешь, и тебе есть с чем сравнивать, да, ты была там в команде, здесь в команде, скажи, вот, действительно, есть ли тут система какая-то, ну, на которой можно уже строить бизнес, да, основательно, даже если человек пойдет абсолютно без опыт, абсолютно не зная, сетевой маркетинг, сможет ли он тут разобраться, то есть вопрос такой, есть ли тут система? Конечно, есть, система клиентских, ведение клиентских чатов, она другая, и даже помнишь, я тебе говорила, что когда я прошла игру реалити, я тебе говорила, что у меня же был уже чат, ну, я в принципе понимаю, о чем речь, но когда я прослушала игру реалити, услышала Анну Быкову, что она рассказывает про чаты, я поняла, что до этого у меня был просто чат друзей, чат друзей, которым я что-то иногда рассказывала, и системы толком не было, вот здесь, именно в нашей команде, мы делаем акцент на этих клиентских чатах, и вот я один из примеров, который действительно подтверждает то, что можно просто зарабатывать какую-то денежку, кому-то это может быть достаточно, мне, конечно, 13 тысяч, если говорить про зарплату, это мало, поэтому, естественно, я буду расти, я буду рано или поздно расти, вот, но на сегодняшний день какая-то, все равно денежка есть, и это только клиентские чаты, свои личные заказы, да, вот, поэтому, конечно же, вот именно эта система клиентских чатов, на нее просмотритесь, о ней задумайтесь, и можно о ней узнать поподробнее, на игре реалити. Хорошо, спасибо, ну, это, конечно, один только пазл всей системы, и вот как мне понравилось, вчера тоже общалась с новичком, у нас мужчина пришел в команду новичок, и он сказал, мне очень нравится, что все структурировано, что вы на меня не вывалили, всю информацию сразу, а я иду пошагово, постепенно, мне, говорит, это идеально подходит, спасибо огромное, что у вас так, все, вот этим все сказано. Катюш, я тебе хочу пожелать, знаешь, мы так символично, начало года, начало января встречаемся, я тебе хочу пожелать крепкого здоровья вашей семье, чтобы у тебя дочка, да, максимально, максимально, насколько это, да, вот возможно, с помощью всего, что вы делаете, мне, чтобы она развелась и приносила вам огромную радость, всем крепкого здоровья, тебе желаю успехов, Катя, у тебя огромный потенциал, потому что, и вот именно хочется идти за такими светлыми людьми, добрыми, светлыми, позитивными, потому что я тобой восхищаюсь с первой минуты, когда я узнала в какой-то ситуации, и что в тебе столько доброты и света, что ты не угасла, не ушла в какую-то депрессию, да, ты просто живёшь, живёшь ярко, живёшь с этим, живёшь очень интересно и очень много отдаёшь. Я тебя благодарю за то, что ты такая, ты огромная молодчина, и спасибо, что ты в моей команде, я тебе желаю успехов. Ребят, кому Катя понравилась, отпликнул, ссылочки будут под этим видео, заходите, знакомьтесь в чат или сразу в команду, вы будете у Кати, и у меня. Катя, да, я в моей команде, да. Спасибо. Я к общению, конечно. Спасибо большое тебе за это интервью. Я тоже хочу сказать, что я тобой восхищаюсь, я восхищаюсь, какая ты энергичная, какая ты действительно добрая, потому что я тебя видела вживую, и ты такая же, какая на экране, ты такая же и в жизни. Вот. И восхищаюсь тобой, как женщиной, прям ты для меня пример, я тоже хочу так всегда выглядеть классно, как ты. Правильно. Да, чтобы у меня энергия не бросала. Вот. Поэтому, да, я тоже тобой восхищаюсь. Это взаимно. Мы притягиваемся. Спасибо, супер. Спасибо тебе большое. Всего доброго, всем всего доброго. Спасибо, что вы с нами, и welcome в нашу команду. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Пока.